Приветствую вас, уважаемые зрители, с вами Стас Быков и сегодня мы поговорим о продвижении Инстаграм-аккаунта с нуля. В наше время существует уже очень много способов, методов, лайфхаков, как продвигать свой Инстаграм-аккаунт, как создавать там активность и, конечно же, зарабатывать деньги. У меня также есть отдельный плейлист, я ссылку на него оставлю в описании, где я рассказываю только об Инстаграме, как бесплатно продвигаться, как платно, как вообще правильно оформить Инстаграм-аккаунт. Сегодня я хотел вам рассказать об одном из способов, который действительно помогает продвигаться в Инстаграме. Я его также применяю и решил вам его тоже показать. Вы же понимаете, что неотъемлемая часть любой социальной сети – это контент. Мы как авторы, которые создают сообщество людей, которым интересен наш контент. Именно поэтому очень важно позиционирование. Чем вы планируете заниматься и какой контент вы будете создавать? Например, вы рыбалкой занимаетесь, у вас на рыболовную тему будет Инстаграм-аккаунт. У вас должны быть тематические посты, потому что именно на них и будет набираться аудитория. Аудитория – это люди, которым интересен ваш контент. Если вы будете размещать фотоавтомобили, то у вас будут автолюбители или автоценители, в зависимости от того, какие у вас машины, может, раритетные, дорогие. И это уже сегментация аудитории. Поэтому все завязывается на аудитории и на контенте. Сегодня я вам покажу, как быстро искать контент для вашего сообщества, как планировать посты так, чтобы вы за один день сделали посты на неделю и ушли отдыхать. А посты сами публикуются, ведется какая-то активность. Потом просто раз в неделю вы проводите прямой эфир для поддержания атмосферы с вашей аудиторией. Я в прошлый раз уже вам рассказывал, что я пользуюсь сервисом SMM Box, где у меня заведены все аккаунты от моих социальных сетей. Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest. И все здесь можно делать одним нажатием клика. Давайте я вам покажу. Например, вам нужен контент, то есть информация для вашего аккаунта Instagram. Мы заходим в поиск контента. Далее мы выбираем категорию. Все очень просто. Категория вашего Instagram аккаунта. Юмор, кулинария, мамы и дети, здоровье, животные, авто и мото, рукоделие, бизнес и мотивация. Давайте туризм. Я просто недавно из Турции вернулся, поэтому меня привлекает пока эта тема. Здесь мы видим, что у каждого поста есть лайки, то есть какая-то активность. Мы видим, что скрытый пляж на островах Мариетты в Мексике 22 лайка. В принципе, он не заходит и не интересен аудитории. 515. Потрясающее местечко. Город Будва в Черногории. Уже как вариант. Мы можем себе взять 6000 лайков. Пост. Здесь новостной. Но смотрите, подходит ли он вам. В принципе, активность на этот пост есть. 519, 129, 151. Вот, например, Берселона 613. Вот этот пост нам понравился. Мы нажимаем одну кнопку «Забрать». Здесь нам нужно выбрать, какую социальную сеть мы забираем. Вконтакте, Facebook, здесь любая социальная сеть, которую вы сюда подключили. Выбираем, например, Instagram или можем сделать пакет. Я в прошлом видео, ссылку на него также оставлю в описании, показывал, как сделать пакет своих социальных сетей. То есть, теперь опубликовать сейчас я нажимаю, и автоматически пост публикуется в группе ВКонтакте, в Твиттере и в Инстаграме. Вы понимаете, как это облегчает задачу? Самое прикольное, что здесь можно это все запланировать. Вот, давайте я вам сейчас покажу. Размещение в Инстаграм. Запланировать на будущее. Ставим галочку. И, например, на 19 число. На 17.30 мы хотим этот пост опубликовать. И нажимаем опубликовать 19 числа. Здесь мы можем добавить текст из себя. Очень красиво. И также не забываем добавлять хэштеги. Потому что хэштеги связывают вообще все фотографии, любой контент в Инстаграме между собой. Именно по хэштегам вас будет находить ваша аудитория. Вот здесь, конечно, Барселона можно сделать хэштег. Вот у нас такой пост получается. И мы нажимаем опубликовать. Все, теперь он поставлен в очередь. В этом моменте хочется еще уточнить, что можно сделать поиск контента по фразе. Вот здесь слева в меню в соответствующий раздел заходим. Пишем любое слово, что хотите найти. Например, торт, сортировка по лайкам, тип контента, который нам нужен. Ну вот, наличие картинки от одной до десяти. И социальные сети, которые будут использоваться ВКонтакте, Тумбл, Твиттер и Инстаграм. Нажимаем найти. Сейчас сервис нам подберет все картинки, которые соответствуют фразе торт. Итак, давайте посмотрим. Вот, картинки нашлись. То, что нам понравилось, мы, в принципе, можем себе забирать. Здесь справа вверху пишется источник данной картинки. Пока все из ВКонтакте. Идем далее. Как вы видите, очень много картинок. Это вот все за 12 только число. И все эти картинки, которые мы нашли по ключу, вы можете себе забирать. Когда мы сделали все посты, например, на неделю или на месяц, они будут автоматически публиковаться, если вы запланировали. Чтобы их найти, мы переходим в отложенные посты. Здесь теперь мы выбираем социальную сеть Инстаграм. Видите, цифра 1, 1 уже отложен у нас. И мы видим, так, 13, 14, вот здесь по датам, календарик. И вот 19 числа 17-30 данный пост опубликуется. И с помощью данного календаря очень просто планировать выход постов. Это облегчается вашей задачей. Также здесь есть контент-план. Можно сделать вводные знаки, подключить к себе в команду другого специалиста по СММ, например, подключить редактора. Он будет вам помогать добавлять посты в ту группу, которую вы настроите. Вот здесь, например. Или в Инстаграм, или в группу ВКонтакте, или Твиттер. Очень удобно. Также есть аналитика. Аналитика у нас ведется по Твиттеру, по ВКонтакте. На данный момент у меня подключены. Например, выбираем группу ВКонтакте. Нажимаем анализировать. Это, конечно, не по теме ролика, но как инструмент данного сервиса вы можете использовать. И здесь статистика. Лучшее время поста, когда можно публиковать в понедельник, во вторник, в среду, в четверг. Суммарная статистика. Видите, вторник, среда, четверг. Самые такие активные дни у меня в группе ВКонтакте. И в это время нужно публиковать. Также есть дополнительные инструменты по SMM. Это пакетная загрузка картинок, распостинг из ВКонтакте, укорачивание ссылок и Алиэкспресс постинг. Что же это вообще за чудо сервис, с помощью которого можно действительно искать посты, автоматически их публиковать, планировать на месяц вперед. И даже одним нажатием клика делать пост во все ваши социальные сети. Это сервис SMM Box. Я в прошлый раз уже о нем рассказывал. Можем посмотреть главную страничку. Видите, он позволяет наполнить вашу группу отличным контентом на неделю вперед всего лишь за 10 минут. То, что я вам сейчас и показал. Помимо этого, у данного сервиса есть очень много возможностей. Это расширение браузера. То есть, смотрите, как прикольно получается. Я захожу на любой свой видеоролик. Давайте открою. Можете не свой, да, чей-то вы просматриваете. И вот здесь появляется кнопка. Видите, это SMM Box. Вы на нее нажимаете. И все, вы забираете себе контент с этой страницы. Выбираете далее, куда опубликовать. Пишите текст. И все. У вас теперь можно запланировать или сразу опубликовать. Та же самая ситуация с ВКонтакте и Инстаграмом. Также можете себе сразу же забирать. Удобно же это, конечно, это облегчает работу. Именно поэтому создаются такие инструменты, с помощью которых вы очень быстро будете наполнять свое сообщество. А вам остается только продумывать стратегию и коммуницировать с вашей аудиторией. Что самое интересное, данный сервис предоставляет 14-дневный пробный период по тарифу VIP. То есть полный функционал сервиса, вот тариф VIP, 12 месяцев сейчас сделаем. Так он стоит 499 рублей в месяц. Но вы 14 дней сможете пользоваться им бесплатно и протестировать. Понять, подходит вам он, как им пользоваться. А потом уже после пробного периода сможете его оплачивать. По промокоду STASBYK вам будет скидка 10% на оплату данного сервиса. То есть я обо всем уже договорился. Есть такие возможности, поэтому пробуйте. Нужно постоянно работать над своим контентом. Если уж вы решили раскручивать или продвигать свой аккаунт в инстаграме, то для этого нужно приложить какие-то действия. Вы, конечно, можете сами массфолловингом, масслайкингом заниматься, но это не принесет той активности, которую несет контент. Контент нужно, конечно, правильно публиковать, чтобы картинки были красивые, чтобы контент был интересен. С помощью данного сервиса его как раз можно проанализировать, что облегчает вам работу. Ну и плюс планируйте свою неделю, свой месяц, как вы захотите, потому что SMM Box будет автоматически публиковать вам посты, которые заранее отобрал. Если есть какие-то вопросы, вы можете задавать их в комментариях ниже. Обсуждаем все, любые сервисы, инструменты, которые облегчают работу SMM-специалиста. С вами сегодня был Стас Быков. До новых встреч. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok